Добрый день, меня зовут Егор Батанов, и сегодня у нас второе видео, посвященное Tax Communication. Оно будет о формальном взаимодействии с налоговыми инспекторами. По нашему мнению, большинство проблем, которые компании имеют с налоговиками, возникают не потому, что они пытались где-то уйти от налогов, а потому, что они не смогли правильно ответить на запросы налоговых органов в рамках проверки. Для начала пробежимся по основным причинам, откуда возникают проблемы, связанные с налоговыми проверками. Как многие знают, работа бухгалтера является одной из самых неблагодарных в России. Это огромные объемы и ужасная загрузка. При этом бухгалтер очень часто делает все в режиме потока, просто чтобы экономить время. Когда к нему приходят какие-то требования или запросы от налоговиков, он на них отвечает просто на автомате, даже особо не задумываясь о том, на что они направлены. При этом бухгалтеры очень часто связаны какими-то стереотипами в своей работе, что также позволяет им в какой-то момент экономить время, но и приводит к проблемам. И еще одной очень интересной причиной возникновения многих проблем является то, что бухгалтер очень часто очень четко ограничивает свою зону ответственности. Представим себе, что к нам пришла налоговая проверка, которая анализирует 2012 год. Бухгалтер, который у нас работает сейчас, в 2012 году в нашей компании не работал. Был другой сотрудник. И вот теперь наш бухгалтер очень часто думает о том, что он не несет ответственности за доначисления, которые возникнут за тот период. Ему кажется, что его ответственность ограничивается только тем, чтобы отдать налоговому органу все, что он просит, побыстрее. На практике это приводит к тому, что бухгалтеры забывают ответить на несколько очень важных вопросов, прежде чем что-то отправить в налоговый орган, а потом удивляются, почему у них возникают налоговые доначисления. Итак, первый вопрос – это на что имеют право. Приведу пример. Однажды бухгалтер одного из наших клиентов забыла о том, что налоговики в рамках камеральных проверок не имеют права проводить осмотр территории и помещений. Она пустила их на свою территорию, и они увидели, что те здания, которые проходят по документации как очень дорогие и по которым заявлены очень большие вычеты, на самом деле представляют собой полуразрушенное имущество. И если бы они этого не увидели, претензий, против которых мы судимся до сих пор, не было бы. Второй вопрос – что действительно стоит делать? Например, мы с вами помним, что в статье 165 Налогового кодекса содержится очень четкий перечень документов, который нужно предоставлять для того, чтобы подтвердить нулевую ставку по НДС при экспорте. Так вот, проблемы у одного из наших клиентов возникли из-за того, что бухгалтер дала все, что посчитала нужным, даже то, что этим обязательным перечнем не было предусмотрено. И налоговики нашли ошибки не в обязательных документах, а как раз в дополнительных. Третье. Нужно всегда проверять, как ответ соотносится с законом. Опять же, проведу практический пример. Одна компания пыталась возместить НДС имущества, которое было вложено в ее уставный капитал. Когда налоговики спросили у бухгалтера материнской компании, зачем и как они приобретали это имущество, бухгалтер взяла и ответила, что они приобретали это имущество для того, чтобы вложить в уставный капитал новой организации. Бухгалтер не подумала о том, что если она приобретает имущество для вклада в уставный капитал другой компании, то это необлагаемая НДС-операция. Соответственно, она не могла применять вычет, потом не могла его восстанавливать, а дочерняя компания также не могла этот вычет применять. И нам долго пришлось доказывать в суде, что тот бухгалтер пришел на работу в компанию гораздо позже, чем приобреталось имущество, и что изначально планировалось его использовать в деятельности самой материнской компании, что позволяло применять вычет по НДС. Четвертый вопрос. Как правильно реагировать на предъявленные нарушения? В одной из проверок, которая была у наших клиентов, бухгалтер, когда ее в рамках простого допроса спрашивали, почему данные бухгалтерского учета не соотносятся с данными налогового учета, просто говорил, что, наверное, это сбой в программе, в налоговом учете ошибка, и мы ее исправим. То есть она фактически признала, что у нее есть нарушения в налоговом учете, и дальше мы уже с этим ничего сделать не могли, поскольку компания фактически призналась в том, что завышала свои вычеты. Если бы она просто сказала, что ей нужно уточнить эти данные или проверить, где есть нарушения в бухгалтерском или в налоговом учете, мы бы могли исправить ситуацию. И последнее, на что стоит обращать внимание, проверены ли документы. Казалось бы, это очевидная вещь, что все документы перед отправкой в налоговый орган нужно проверять. Однако у нас была ситуация, когда клиент отправил в инспекцию 5000 неправильно заполненных путевых листов, и в суде нам было очень сложно доказать, что это не какая-то мелкая ошибка, вызванная человеческим фактором. Итак, помните, что формальные коммуникации с налоговиками, так же как и неформальные, требуют вашего пристального внимания. Если вы будете тщательно подходить ко всем процедурам, то проблем у вас будет гораздо меньше. Я желаю вам, чтобы ваши проверки заканчивались с минимальными начислениями. Если у вас есть что добавить, или вы с чем-то не согласны, пишите в комментариях к этому видео. Обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok